В данном видео мы рассмотрим еще один элемент конструктора Argus StoryMaps – это экспресс-карты. Экспресс-карты являются новым элементом в картах истории Argus Online. Они позволяют быстро создать и ввозь в конструктор простую карту, которая будет содержать элементарные географические примитивы, такие как точки, линии и полигоны. Если вы хотите узнать больше о экспресс-картах, то на базовой странице Argus Online вы можете просмотреть статью о их особенностях и элементах создания. Чтобы создать экспресс-карту, вам нужна либо уже существующая карта истории, либо вам необходимо создать ее новую. В данном случае мы создаем нашу новую карту историю с нуля. В карт-историю вы можете добавить экспресс-карту в три разные части. Во-первых, вы можете добавить в эту карту сам текст. Нажимаем на плюсик и видим в разделе «Медиа» вкладка «Карта». Обратите внимание, что здесь написано не экспресс-карта. В пояснении написано, что вы можете выполнить географический контекст с помощью веб-карт, веб-сен или экспресс-карты. Также вы можете создать боковой блок и в основном окне бокового блока вы можете также создать экспресс-карту. Кроме того, экспресс-карту можно создавать в объяснительном тексте к боковому блоку. Таким образом, в этих трех местах вы можете добавлять карты разных типов. Значит, мы сейчас создадим экспресс-карту. Значит, после того, как вы нажали кнопку «Добавить карту», вам предлагается либо добавить уже существующую у вас карту, либо добавить новую экспресс-карту. Когда у вас будут в вашем аккаунте свои веб-карты, здесь они будут распорядаться, и вы сможете добавить только с помощью вот этой вот кнопки, находящейся в верхнем правом углу. Сейчас мы рассмотрим с вами так называемую анатомию экспресс-карты. Итак, из чего она состоит? Во-первых, у нас есть две кнопки. Отписовка объектов, две вкладки. Здесь будут находиться все ваши нарисованные объекты. Каждый объект в отдельности. Пока мы ничего не нарисовали, и у нас здесь пусто. Обратите внимание, что здесь есть кнопка «Создать новую группу». То есть, если вы рисуете много объектов, вы можете создавать такие папочки и располагать эти объекты там. Во-вторых, у нас есть стандартная кнопка «Настройка». В этой кнопке вы можете включить легенду к вашей карте, а также разрешить загружать эту легенду автоматически. Вы можете разрешить пользователям поиск, а также возможность найти себя на карте. Кроме того, основным элементом, как вы видите, экспресс-карты является базовая карта. Это своеобразная карта-подложка, по которой мы будем рисовать. В каждом дизайне арт-истории существует несколько базовых карт, которые нам предлагается использовать. Одна из этих карт является тематической, то есть разработчики предлагают нам основываться в этой серой схеме, именно на этой карте. Если вам не нравится эта карта, вы можете поменять ее на любую из тех карт, которые предлагаются нам автоматически. Например, я сейчас изменила мою карту на карту административную, либо мы можем зайти в обзор карт и выбрать либо вашу карту, либо карту из живого атласа. Например, здесь вы можете выбрать карту OpenTripMap в качестве подложки. Во-вторых, карта содержит ваши объекты, которые вы будете рисовать. Давайте мы передвинемся в пресс, чтобы нам было проще смотреть. Значит, содержит ваши объекты. Вы можете рисовать на экспресс-карте точки двумя видами. Точки функционы, либо точки с номерками. Вы можете рисовать линии. Можете рисовать линии прямыми. Например, я рисую дорогу. Можете рисовать линии произвольные, если я хочу обрисовать железную дорогу. Значит, кроме того, вы можете рисовать области произвольные. Например, я хочу обрисовать кварталы центра Бреста. Также можно рисовать произвольную область. Здесь надо научиться, потому что иногда рука двигается не туда, но обратите внимание, что вы можете это быстро подправить. А также вы можете наносить произвольные фигуры. Круг. И можете его вытягивать в овал. И можете рисовать квадрат. Например, вот у нас тут есть агробиостанция университета. Я хочу отметить ее на карте квадрата. Кроме того, вы можете добавлять аннотации, текстовые подписи, редактировать их. Агробиостанция. А также можете привязывать выноски. Значит, если вам не нравится цвет, вы можете его поменять, равно как и линию выноски. Кроме того, здесь можно рисовать стрелки. Одно направленную и двунаправленную. Значит, стрелки позволяют вам показать, нарисовать, например, экскурсию. Опять же, вы можете выбрать цвет и вид стрелки. Нарисовать экскурсию от одного объекта к другому. Обратите внимание, что каждый раз перед тем, как рисовать объект, мне надо нажимать инструмент, который я хочу. Таким образом, экспресс-карта представляет из себя еще раз базовую карту-подложку, элементы, которые вы можете нарисовать и дополнительные элементы, такие как аннотации и стрелки. Кроме того, к каждому объекту вы можете настроить всплывающее окно. Если мы сейчас перейдем в наш объект, в наши слои, то мы увидим те объекты, которые я нарисовала. Например, я хочу показать, что это агробиостанция. Я могу написать название этого объекта, какое-то к ней описание, а также поменять стиль точки. В первую очередь это касается ее цвета. Сделать ее более яркой, более темной, значит, либо любым необходимым мне цветом. Значит, не забывайте после того, как вы все поменяли, нажать кнопку «Готово». Таким образом, у нас появляется здесь название и когда мы будем на карте просматривать этот объект, к нему у нас появится всплывающее окно. После того, как вы нарисовали карту, нажимаете ее «Разместить». Вот таким образом у нас выглядит экспресс-карта. Сейчас на конкретных примерах мы посмотрим на конкретном примере, на примере картографического веб-приложения «Урбанонима Бреста» мы посмотрим, как можно использовать экспресс-карт разных типов точек, линий и полигонов, встраивая их в свои истории. Итак, первый пример это карта с точками, когда мы используем функцию номера точек. Здесь вы видите карту местоположения в пределах Бреста, улиц, которые получили название в честь писателей, русских писателей. Значит, как вы видите, мы видим карту с номерами, а также у нас есть легенда, которая свернута. Здесь все писатели обозначены в алфавитном порядке. Значит, вы можете изучать карту по карте. Вот у нас появляется всплывающее окно, где есть название улицы, а также краткая характеристика этого писателя или поэта. либо вы можете выбирать улицу на легенде и таким образом она у вас всплывет на карте. Карта у нас является интерактивной, мы ее можем увеличивать, уменьшать и смотреть более подробно, где какая улица находится. Обратите внимание, что в данном случае у нас пункционы нанесены на карту двумя разными цветами. помно-синим цветом у нас отображены писатели, которые относятся к дореволюционной эпохе, а фиолетовым цветом советские поэты и писатели. Значит, на второй карте, которая отображает назва улицы, города, которые названы из белорусских писателей, все точки нанесены одним цветом. Вы опять же можете просматривать их по легенде. И здесь вы видите, что у нас имеется не только название точки и краткое описание писателя или поэта, но и у нас есть иллюстрация. В данном случае это обложки наиболее известных книг данных писателей. Вот таким образом можно создать экспресс-карту точечного типа с номерами. Второй пример это экспресс-карта точечного типа с функционами. Мы рассмотрим на примере цветных названий улиц Бреста. Значит, в Бресте 17 улиц имеют цветные названия. Значит, на карте вы видите, что каждый функцион нанесен своим цветом, который как раз-таки отображает название улицы. Алая улица и в всплывающем окне мы видим только название и картинку данных цветов. Голубая улица, зеленая улица, красная улица, лазурная улица, розовая улица. Таким образом, у нас функцион отображает цвета улиц, нам не надо было использовать номерные знаки, и мы использовали именно вот такой вот инструмент с функционами. Следующий пример тоже касается точечных типов, и здесь необходимо отметить, что экспресс-карты позволяют не только добавить функцион, либо функцион с номером, но и вместо функциона добавить картинку. Значит, здесь вы видите карту названий улиц, связанных с цветущими растениями. Опять же, вместо функциона вы видите картинку этого растения. Например, у нас Ландышевая улица и у нас вместо функциона, либо номерка находится в Ландышеве. Также у нас есть легенда, где мы можем передвигаться. Вот у нас переулок Рос, вот у нас Сульфановая улица, и во всплывающем окне вы видите, что у нас также нанесена картинка и название улицы. Васильковая улица. На этом примере хочется показать вам еще одну такую интересную возможность, связанную с экспресс-картами и боковым блоком как соотношение текста в боковом блоке с экспресс-картой. Вы можете привязать к определенным словам взаимодействие с картой. Например, у нас здесь перечислены 6 цветущих растений, которые упоминаются на дорогах Бреста. Если вы нажмете на название ватилек, карта у вас увеличится, и вы увидите Васильковую улицу. Вот таким образом можно создавать экскурсии, например, по улицам, либо любые другие виды экскурсий. Следующее, что мы рассмотрим, это карта с линиями на примере номерных названий города Бреста. В данном случае вы видите нарисованные на карте улицы, названные в честь Бехтерева Владимира Михайловича. В Бресте находится одна улица Бехтерева, три переулка и проезд. На этой карте они все нанесены разными цветами. Вкрывающее окно включает только название улицы либо переулка. И здесь хочется обратить внимание на такую особенность линейных объектов на экспресс-карте, что мы можем использовать только цвета, но никак не можем изменять толщину линии, сделать ее более толстой мы не можем. А также мы не можем сделать эту карту различными типами линий. Еще одна карта с историческими номерными названиями это Первомайские улицы. Здесь у нас одна пять Первомайских улиц и если мы посмотрим на эту карту, то мы видим, как они, каждая из них нарисована разными оттенками красного цвета. Еще следующий пример связан с картами, когда мы отображаем полигоны. В данном случае вы видите сельские населенные пункты вокруг Бреста, в честь которых в Бресте названы улицы. Легенда карты у нас показывает, что это полигональные объекты. Все населенные пункты покрашены в один цвет. Если мы выберем какой-то из населенных пунктов, то у нас карта увеличится, мы увидим здесь настроено открывающее окно, мы видим фотографию населенного пункта, его название, а также перечень тех элементов улично-дорожной сети, которые названы в честь данного населенного пункта в Бресте. Если вы увеличите карту, вот здесь хорошо видно, что увеличивать данную карту мы можем только кнопками плюс и минус, то вы можете рассмотреть данный населенный пункт более подробно. В заключении мы покажем на одном из примеров возможность нанесения названий в виде выносов к экспресс-карте. В данном случае вы видите боковой блок, где в основном окне находится веб-карта, отображающая общее количество элементов улично-дорожной сети в пределах различных исторических районов Бреста. А в дополнительном окне бокового блока, как пример к описанию, вставлена небольшая экспресс-карта, которая показывает, скажем так, не совсем правильное использование элементов улично-дорожной сети. Например, вы видите на карте нарисованный вересковый переулок, который имеет вот такую неправильную форму, две параллельные улицы друг к другу, а также соединенные небольшим переулком. Хотя переулок это как раз-таки небольшая улица, которая должна соединять параллельные улицы. Таким вот образом, для того, чтобы сразу показать, что это у нас первый вересковый переулок, в данной экспресс-карте использовалась вот такая выноска. На этом наше видео заканчивается.